Друзья, я вас приветствую на канале о сложном просто! Сегодня я хочу поделиться с вами опытом использования dependency контейнера. В частности, речь пойдет про ESP.NET Core, который в него встроил Макрософт. В общем, будем говорить про этот контейнер. Надо понимать, что контейнеры существует огромное количество, и у них разные истории. Создавались они, на самом деле, есть такое понятие, как позднее связывание, и вот все оттуда пошло, когда на этапе компиляции нам не нужны какие-то объекты, а, допустим, через XML-конфигурацию можно было в приложение догрузить нужные сборки. Таким образом, можно было изменить их в XML, допустим, набор каких-нибудь плагинов, и при старте приложения, или в рантайме прям, можно было этот плагин подцепить, и, в общем-то, это нормально работало. В общем, все пошло с тех пор, и можете заметить, что некоторые контейнеры, ну, например, AutoFuck, или там, Ninja, они до сих пор поддерживают конфигурацию из XML, и вот это вот все пошло оттуда. Ну, в настоящий момент такого понятия, как, наверное, позднее связывание, ну, оно, безусловно, существует, но оно не так активно используется, во всяком случае, на моих проектах. И сегодня будем говорить про дополнительный контейнер, про то, как зарегистрировать в нем какие-то объекты, как получить объекты, как объект или объекты. Будем говорить про то, что, собственно говоря, контейнер не является обязательным для реализации инверсии зависимости, ну, то есть есть такой принцип. И контейнер – это всего лишь инструмент, который позволяет собрать в кучу зависимости, собрать из них нужный вам граф и внедрить, то есть отдать в то место, куда вы, собственно говоря, инверсируете какую-то зависимость. Еще раз, контейнер – не обязательный инструмент для инверсии зависимости, а инверсия зависимости – это, наверное, принцип. Марк Симон в своей книжке «Dependency Inversion» хорошо описал, что это такое, что это вообще принцип программирования, а не какой-то там… Ну, в общем, это, на самом деле, прикольная штука. Я надеюсь, вы читали эту книжку, если нет, обязательно прочитайте. Во всяком случае, там первые несколько глав с хорошими примерами. В общем, ладно, поехали. В очередной раз хочу напомнить, что, чтобы не пропустить видео, подписаться можно на канал, поставить колокольчик, будут вам приходить нитификации. Ну, а также хочу напомнить, что мы существуем и на других каналах, например, в «Зен», на «Рутубе», еще где-то, по-моему. Ну, не важно. Все, давайте переключаться и писать какой-нибудь полезный код. Или кошку. Итак, друзья, добро пожаловать на мой рабочий стол. Я создал новое приложение. Оно будет консольным для того, чтобы максимально просто показать то, как работает dependency container. Ну, единственное, что мне, естественно, нужно его для начала установить. И называется он «Microsoft Dependency», вот здесь. Вот эта сборка. 1.6 миллиарда установок. Ну, это круто. Версия 7, напоминаю, вышла совершенно даже недавно. И после того, как он установлен, можно, в общем-то, начинать. Ну, давайте начнем с того, что в папке какой-нибудь создадим. Ну, пусть у нас будет папка «Services», и в этой папке будет какой-нибудь «iEmail» допустим «Service». Я просто какие-то абстрактные файлы создаю, чтобы было понятно. Давайте еще тогда создадим какой-нибудь «iProfile Service». Пусть будет «iProfile Service». И еще давайте создадим в папке «Messages» какой-нибудь «iMessage Interface». В общем, сейчас по ходу придумаем, как это можно заинжектировать. Ну, и смотрите, все у меня получилось, создалось. Давайте начнем с того, что у нас в каком-то интерфейсе должна быть какая-то реализация. Ну, по-моему, это логично. Я сделаю это не таким, а вот таким способом. «Create Drive Time». Пусть он будет публичный. Пусть интерфейс тоже будет публичный. Ну, давайте для порядка сделаем какой-нибудь… Ну, понятно, что я не буду писать всю реализацию E-mail сервиса. Я сделаю какой-нибудь «out». Ну или, допустим, нет. Давайте сделаем «void print». По большому счету мне этого будет достаточно, чтобы каким-то образом какую-то информацию передать. Здесь я сделаю реализацию, и пусть это будет «consoleWrite». Ну, опять же повторюсь, это я сейчас плохой способ делаю, потому что «consoleWrite» — это внедрение зависимости напрямую, то есть E-mail сервиса связывая напрямую с консольным приложением. По идее, сюда должен попадать какой-то интерфейс. Ну, неважно. Давайте пока сделаем такой вариант простой, да. И здесь я скажу, что… Ну, пусть будет… Давайте вот так сделаем «get type name». Ну, чтобы понять, что это такое. В общем, вот таким вот простым способом. И есть также у меня «profile service», который примерно так же я хочу реализовать. Во-первых, «to public», сделаем «derived type», пусть он так и называется. И здесь тоже сделаем какой-нибудь… Ну, чтобы было понятно, давайте вот так вот сделаем. Я просто буду в консольном приложении вовлечь информацию о том, что получен какой-то instance какого-то класса, и это, в общем, да. Ну, давайте еще одну штуку покажу. Смотрите, у меня есть интерфейс «profile service», и есть у меня «email service», и есть у меня одинаковый метод, который называется «void print». Я вот сейчас хочу сделать вот здесь папку, назову ее «base», и здесь скажу «output» какой-нибудь. Давайте так вот. «i», «output», и все. Короче, вот так вот. Это тоже будет интерфейс. Ну, пока не заморачивайтесь, это я, собственно говоря, для себя делаю. И у меня здесь вот такой вот print всего лишь навсего есть. И я вот здесь вот сделаю удалить вот этот вот самый print, а на этом сделан наследник. Это вопрос о том, можно ли интерфейсы наследовать. «i», «output», «да», «можно». И работает это примерно таким вот способом. Ну, то есть у меня есть один и тот же метод в «email service» и в так называемом «iprofile service». Я просто добавлю вот эту реализацию. И вот так вот это будет работать. Ну, и, наверное, тоже было бы неплохо. Давайте еще одну штуку покажу. У меня есть вот «output», и я могу... Ну, дефолтную реализацию можно, по идее, сделать. Ну, я не буду ничего делать. Хотя нет, давайте сделаем консоли, «output», «rightline», вот так вот. «get», «type», давайте проверим, что она как нужно сработает. От этого чуть попозже убедимся. Пока вот там это ставим. Дефолтная реализация. И, соответственно, здесь бита-дефолтная реализация как бы не требуется. Ну, это так, нюансы ООП. Ну, давайте посмотрим, что из этого получится. Будет ли это понятно. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Можно великие штуки втыкать в процесс показывания... Нет, процесс показания одного примера, втыкать в другие. В общем, расскажите в комментариях. Итак, у меня есть какие-то, собственно говоря, интерфейсы. Я здесь могу сказать «var», «new email service». Так, «email service», вот он мой. И могу как бы где-нибудь заиспользовать. Например, «email». Ну, что у нас там есть? Нет, ничего у нас нету. «output». Так, давайте посмотрим, что у меня «output». А, «print» называется. Не работает. И, собственно говоря, это происходит вот почему. Потому что то, что у меня «output» есть. У нее есть дефолтная реализация. Но она у меня... Так, давайте еще проверим. У меня паблик, паблик. Не совсем правильно работает. Потому что... Ну, давайте не буду в этот раз вдаваться в подробностях. Напишите в комментариях, почему это у меня не сработало. И это будет хорошая проверка. Итак, «email service» я все-таки напишу «console.write», какой-нибудь «get type» текущего объекта. И напишу, ну, просто «main». И, соответственно, давайте сделаем профайли и все то же самое. И теперь в «program files» я могу, собственно, запустить это приложение, где нужно видеть «email service». Ну, собственно, вы уже все поняли, что именно так происходит. Ну, и если я буду создавать, допустим... Давайте здесь напишем «email service». Нет. Вот. «email service» и это у нас тоже будет «email service». Вот. А здесь я напишу «profile service». «profile service» и здесь создадим новый «profile service». Мы сейчас пока работаем без контейнера. Я просто показываю, чего, собственно говоря, у нас есть, чтобы потом это преобразовать... Ой. Уже с использованием с контейнером. «profile service.print» у нас также метод есть. Снова запустим приложение. Естественно, у нас показалось. То есть сейчас вообще ничего сложного нет. У нас есть какие-то инстанции. И наиболее того, мы можем здесь написать «email service». То есть это у нас получается абстракция. «profile service» и это также сработает. То есть у нас есть реализация интерфейса. И мы через абстракцию сделали. То есть для чего это делается? Для того, что, допустим, у меня есть email service, который может управлять... Ну, email service, наверное, хорошо. Есть профайл, который... Давайте еще создадим какой-нибудь, чтобы понятно был интерфейс. Пусть он тоже будет публичный. «iMessage». И мы создадим от него... Во-первых, да, опять же его обнаследуем от «iOutput». Это мы тоже как-нибудь потом обработаем, в том числе и с контейнером. Здесь у нас есть... Давайте сделаем какую-то реализацию. И здесь уже реализации у нас может быть несколько. Почему? Потому что... Ну, например, у нас может быть... «i…» Допустим, «error message». Может такое он может быть. И мы здесь можем написать. Ну, опять же, «console write». Опять же, напомню, что лучше не встраивать. И «type». Да, вот так вот. И «name» напишу. Вот это вот можно даже скопировать. А теперь, смотрите. Допустим, у нас есть еще... Ну, следую я логике, да, какой-нибудь... Ну, не «message» просто, а, допустим... Ну, если то «error», пусть будет там «success message». Да, и здесь мы можем... Опс. Так же, собственно, сказать, что это выводится на экран. Ну, я неправильно... Давайте я это переименую с «access». Вот. И тут, собственно, у нас дальше фантазия может лететь дальше. Может создать еще один тип, который называется... Ну, «popup», например. «message», который будет где-то там чего-то попапить. Так можно сказать. И это тоже будет публичный. А еще у нас может быть какой-нибудь, ну, допустим, «notify». «message», который тоже, собственно, может, как вы понимаете, что-то... «notify». Ну, в хорошем смысле, конечно же. Ну, и смотрите, у нас в одной реализации... У одного интерфейса несколько реализаций. И к output мы пока никак не привязываемся. И, смотрите... Для того, чтобы... Ну, давайте вернемся сюда и создадим какой-нибудь... Так... Ну, вот таким вот образом... «message». Не-не-не... «message». И я здесь могу сказать... «you notify», допустим... Ой... «notify message». Ой... Ну, давайте... «message». Давайте вот так назовем, чтобы было понятно. Я могу здесь взять какую-нибудь другую, например, «error message». И, соответственно, здесь у меня тоже будет... «error». Опять же, дальше можно «popup» какой-нибудь. И, соответственно, пусть это будет... «popup». То есть один интерфейс. У нас реализует... Несколько... Есть... У одного интерфейса есть несколько реализаций. И... Ну, опять же, давайте... «notify message». Пусть будет «print». Раз, два, три. И здесь напишем «error». А здесь напишем... Ну, пусть будет «popup». Ну, и если я это все запущу... Я, конечно же, увижу... Малая информация, но нам важно как-то работать. Ну, и что теперь можно сделать с Dependency Container? Существует вероятность того, что вы в реальных проектах, на достаточно сложных проектах, сможете email-сервис прокидывать, ну, например, в разные интерфейсы... Ой, в разные методы, например, разных контроллеров. И каждый раз писать «new». Я сейчас делаю достаточно простую систему, да? Но мы немножко усложним чуть позже. То есть сейчас у меня есть один экземпляр одного класса, и он ничего не использует. Это легко создать инстанс, хотя это тоже, конечно, неправильно. И контейнер, по большому счету, нам, собственно говоря, и не нужен. Давайте изменим немножко, собственно говоря, систему. Ну, и, например, у нас есть email-сервис, и вот здесь, собственно говоря, для его работы нам, допустим, требуется... Ну, наверное, в сервисы инжектить все-таки, наверное, плохо, потому что есть вероятность того, что у вас будет рекурсия зависимости, когда вы будете без... В общем, в сервисе, начнете инжектить в сервис, и в какой-то момент вы столкнетесь с тем, что вы не будете знать, какой сервис от такого зависит, и вызовете рекурсивную зависимость внутри dependency-контейнера, например. То есть для того, чтобы один, вам потребуется второй, а чтобы второй, потребуется первый. Это вот такое, да? Или, как говорил один мой знакомый, чтобы понять рекурсию, надо понять рекурсию. Ну, в нашем варианте я не буду сюда инжектить iProfileService, я сюда заинжекчу, например, iMessage. Ну, и надо понимать, что здесь мне требуется конкретный месседж, да? Давайте создадим еще какую-нибудь штуку, потому что у нас сейчас месседжей много, я пока не буду месседж использовать, давайте создадим еще какой-нибудь... ну, наверное, не сервис, да, а какой-нибудь хелпер, да? Пусть какой-нибудь хелпер будет, создадим его в этой папке, назовем helpers, и этот хелпер будет, например, configuration helper, ну, loader, да, наверное, пусть будет. Loader. Вот. Чтобы, главное, у него слово «сервис» не было. Да. Это, собственно говоря, моя концепция, потому что я называю разные уровни абстракции для того, чтобы нельзя было преднамеренно внедрить, ну, то есть нарушить договоренность и внедрить, например, в сервисы провайдеры или провайдеры менеджера. Где-то у меня в блоге есть статья по этому поводу, настоятельно рекомендую с ней ознакомиться. Ну, в общем, есть какой-то loader, он такой низкоуровневый, что его можно инжектировать даже и в сервисы, и в месседжи, и все такое. Ну, и теперь давайте сделаем какую-нибудь простую реализацию, публичную. Да нет, мы тут просто напишем, что пусть у него будет метод какой-нибудь public, ну, пусть будет public, на самом деле void, нам, собственно говоря, давайте… стринг, пусть он возвращает стринг, и метод plot string name, template name, вот так вот назовем его, template name, неважно. И здесь он пусть будет console.write, вот этот вот template name, пусть он его запишет, вот, и нам нужно какой-то return, сделать return, давайте вот так, по-простому опять же сделаем, template name, successfully, ну, successful, короче, loaded, вот такое вот у нас будет сообщение в консольном приложении, вот. И теперь, смотрите, я хочу, чтобы у меня вот этот самый e-mail сервис, вот здесь прям, каким-то образом, вот это вот, для того, чтобы создать какой-то шаблон, отправить его, нужно загрузить сначала, и для этого, ну, первый вариант, неправильный вариант, вот, var template loader, пусть так вот называется, равен new, что на самом деле очень плохо, еще раз повторяю, я configuration load loader, вот таким вот образом, и здесь, допустим, мы говорим template load какой-то там шаблон, var message, вот, и мы хотим, чтобы сюда template, ну, допустим, profile, или что, где мы находим, e-mail, да, e-mail какой-нибудь template, и выводим сюда, ну, давайте еще раз выведем вот сюда вот такую штуку, напишем message, вот, собственно говоря, понимаете, да, что я жестко внедрил зависимость e-mail сервис, зависимость с configuration loader, то есть, если я буду где-то что-то тестировать, вот эта штука работать будет до определенного времени, пока вот сюда не потребуется какая-нибудь зависимость, например, какой-нибудь iInputOutputService, который будет говорить, где лежать эти шаблоны, и вот таким вот образом, по нарастанию, будет усложняться мое приложение, и мы nyu, 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 что является очень плохим словом, то есть, вот можно сказать, что вот это явная зависимость, а вот этот вот консоль, это неявная зависимость, ну, мы пока не будем говорить про неявную зависимость, но почему явная, потому что здесь я явно создаю какой-то instance, а здесь я неявно использую другую, да, системную сборку, ну, не всегда от системных сборок неявные, в смысле неявные зависимости плохо, но я настоятельно вам рекомендую этого избегать, потому что сборки меняются, версии меняются, фреймворки меняются, платформа меняется, и здесь будет вот консоль, например, в dpdf или допустим… Ну, в общем, смотрите, пока мы смотрим только вот на эти две строчки, а это так, просто для вывода информации на экран. Ну и теперь для того, чтобы не запустить приложение, смотрите, у меня сейчас все отлично заработает, я прям запущу, как вы видите, темплейт e-mail successfully loaded, эта информация вывелась на экран, все четко и классно работает, как казалось бы, какие проблемы. Но, собственно, опять же говорить, если про юнит тестирования, то для того, чтобы симулировать тест для вот этого метода, который принт для e-mail сервис, мне потребуется создать внутренние зависимости. Это будет работать до определенного момента, пока ваши зависимости не поймают все… весь полный граф зависимости, то есть увеличится сложность, которая потребуется, например, им configuration, нужны там input-output, у input-output есть какой-нибудь там, я не знаю, платформ-селектор сервис, и там до самого низа, короче, будет большое количество зависимости, которые вот в этом юнит-тесте для вот этого e-mail сервиса вам придется вручную написать. И для того, чтобы этого не делать, делать такое понятие, как абстракции, и, ну, в общем, это тот же самый паттерн, ну, не паттерн, наверное, solid-подход, да, когда несколько паттернов объединили в одну штуку, которая минимизирует зависимости от каждой из пяти, собранных в эту аббревиатуру solid, они минимизируют зависимости между модулями, и здесь вот эта штука решается вот таким способом. Я хочу вот этот configuration loader получать как, ой, configuration loader я хочу получать как зависимость, это называется, я развернул зависимость, и теперь у меня e-mail сервис хочет получить все инструменты, которые ему нужны через конструктор. Напоминаю, что выливать можно, собственно говоря, через конструктор, через свойства, через фабрику, через фабричный метод, то есть абстрактная фабрика, фабричный метод, 90% случаев, даже 95%, наверное, здесь и вообще во всех приложениях используется вот через конструктор внедрения. loader, так, что-то я тут написал, loader, давайте сделаем из него instance, вот таким вот образом, и здесь я скажу, что у меня теперь есть loader, нет, я еще пока здесь его нету, вот так вот, loader, вот оно, и здесь я сделаю то же самое. так, то есть у меня теперь вот эта вот зависимость развернулась, мне, мне не важно какой сюда loader придет, если я его сделаю интерфейсом, а это на самом деле очень просто, я могу сказать, что, ну, у меня этот intfile является i-loader, то есть да, то есть можно загружать конфигурацию, можно загружать какие-нибудь тенплейты, можно загружать еще какую-нибудь хрень, и это вот configuration loader, конкретная реализация какого-то loader, и здесь какой-нибудь будет void, ну, давайте, стринг пусть возвращает, ну, шаблон, да, он же стринг пусть будет, и какой-нибудь load метод, вот, и, в общем-то, здесь вот мне его нужно, а, у меня еще тут template, да, надо сюда тоже добавить, string, template, ней, ну, допустим, если это загрузчик темплейтов, то это будет вот так, и теперь у меня получается есть loader, у него есть конкретная реализация, даже вот так вот можно поменять это первее, и, собственно, я могу теперь вот в этот самый e-mail сервис, где он мне используется, вот, нет, вот он, я могу сказать, что я хочу сюда получить какой-то loader, то есть я хочу получить абстракцию, это один из принципов версии зависимости, что, ну, даже один из принципов OOP, если хотите, что верхние слои, верхние слои, нижние слои, в общем, понарастающие слои от нижнего к верхнего, должны зависеть от абстракции, а не наоборот, ну, в общем, так, нет, я ничего вроде не путаю, если я что-то путаю, напишите в комментариях, вот, ну, то есть, таким образом я создал e-mail сервис, которому нужен какой-то loader, мы знаем, что этот loader будет сейчас у меня запрошен вот здесь, как вы видите, мне требуется этот loader создать, и единственное, что могу сказать, вот так вот loader, и создать его instance, это будет loader, и он будет звоняться new configuration loader, ну, и, как видите, сейчас я запущу опять приложение, все опять отлично сработает, но, смотрите, дальше больше, достаточно часто я слышу такие высказывания, зачем эти абстракции, так все работает, зачем эти контейнеры, безусловно, друзья, на самых простых приложениях, которые имеют небольшую сложность, и абстракции нафиг не нужны, и без контейнера можно обойтись, но, как только вы приходите на большой, серьезный проект, или становитесь его создателем, или участником разработки, вы увидите, что и контейнеры есть, и абстракции есть, немного где эти абстракции используются, и для юнит-тестов, и для различных реализаций, и в том числе даже для различных реализаций, для разных, ну, инварментов, да, как-то сред окружения, вот так вот. То есть, нужно понимать, как это работает, и если говорить дальше, то сложность нарастает, и вот эти вот зависимости начинают плодиться одна от другой, и в какой-то момент времени, для того, чтобы, допустим, написать юнит-тест для вот этого емайл-сервиса, мне нужно создать один, второй, третий, потом еще какой-нибудь Notify, ну, в смысле, какие-то мессенджи подключены, там такой огроменный нужно создать для каждого теста, грубо говоря. Ну, или для тестирования определенного метода, нужно каждый раз создавать определенный набор графа, ну, то есть, объектов графа, в которых будут разные значения, разных свойств, при том, чтобы проверить, что это реально работает. Ну, и здесь выступает, собственно говоря, инструментом, который помогает разрулить эти зависимости, непосредственно, контейнер. Ну, для того, чтобы понять, как работает контейнер, нужно понимать, что контейнер это такой ящик, ну, некоторые называют его черным ящиком, ну, наверное, те, кто не понимает, как это работает. Так вот, я хочу, чтобы вы поняли, как это работает, и это работает очень просто. Что вы в ящик положили, то вы из ящика возьмете. Тут как бы других вариантов нет. Давайте первым делом создадим контейнер. Я буду опять же, повторюсь, создавать контейнер ASP.NET Core, который используется, но это не значит, что его можно использовать в ASP.NET Core только. Его можно использовать много где. Ну, и опять же, еще раз повторюсь, да, контейнеров существует огромное количество, у них разная история, у них разные возможности, но так или иначе они все очень похожи. Итак, создадим контейнер, да, create контейнер какой-нибудь, я не знаю. var services, наверняка вы видели такую штуку, new collection, напоминаю, что сборку я уже установил, нужно. Ой, service collection, конечно же, service collection, вот он. Это, нет, collection, вот, теперь все правильно писал. Вот, подключился нужный namespace автоматически, и здесь у меня, наверное, правильно назвать сервисы, вот так вот, да, то есть это сервисы с их патчем. И вы наверняка, у вас, по-другому, видели там такую штуку, services.add, transient, ну, давайте вот так вот, add, есть такое понятие, как scoped, есть singleton, есть transient. Все вот эти понятия, так или иначе, говорят о том, каким образом контейнер будет управлять жизненным циклом вашего объекта. Например, давайте зарегистрируем, например, loader контейнер, ой, в смысле, iLoader, и сделаем вот такой вот способ. Транзиент, для того, чтобы зарегистрировать, нужно сказать, что мы регистрируем, ну, например, iLoader, это абстракция, и тут же через запятую указать ее реализацию. В контейнерах, опять же, повторюсь, разные принципы, и немножко другие, например, на NINJECK, там нужно bind to, указать вот эти два параметра для реализации в автофаке, там по-другому реализовываться. Ну, все это описано непосредственно на сайте документации каждого из контейнеров, ну, вот этот работает таким вот образом. Смотрите, чем отличается вот этот вот от вот этого, или вот этот вот от Singleton. Вот так вот, нет, вот так. Сейчас, секунду, Singleton. Да, что такое, господи, Singleton, ну, вот этого я и боялся, что он расскажет мне, что, да, вот неправильно работает. Ну, в общем, смотрите, теоретически я могу здесь также написать и вот эту вот конструкцию, но так как это будет Singleton, ну, обычно делается вот так, то есть без реализации какая-то штука заводится. Теперь по порядку, про каждый из типов. Смотрите, транзиент, то есть, давайте вот так покажу. Если у вас есть какой-нибудь контейнер, и вы в нем зарегистрировали какую-то сущность и какой-то объект, да, с его реализацией, а потом в каком-то месте, вот, предположим, что это Action 1, это Action 2, это Action 3, это Action 4, и у вас request заходит в Action, а здесь Action использует какой-нибудь e-mail сервис, у которого есть какой-то message, который там что-то в кого-то инжектится, а здесь метод какой-то другой существует, там другие инъекции. К чему это все? Когда вы делаете запрос на какой-то Action, у вас приходит request, который назад выдает response. Это понятно, да? Но в процессе обработки вот этого метода может быть использовано несколько сущностей, которые могут одна от другой зависеть. И в том числе одна и та же может быть прокинута в разные, например, методы. Например, у вас метод получает, например, список, там, я не знаю, сотрудников, и при этом есть какой-нибудь там профайл репозиторий, да, а еще есть какой-нибудь, допустим, не знаю, settings manager, да, в который тоже нужно заинжектить данные про то, где взять вот в базе данных, да, например, db-context. И этот db-context будет инжектиться в каждый из указанных, перечисленных мной объектов. Так вот, transient на каждый запрос в сервисе, то есть на каждый запрос к контейнеру будет всегда выдавать, строго говоря, новый объект. То есть он нигде не сохраняется, он просто будет каждый раз сбрасываться и все время выдавать новый объект на любой запрос. Это работает таким образом. Теперь, если вы будете использовать scope-вариант, то здесь как раз, ну, вот этот самый scope и будет работать в том варианте, что у вас один метод, например, вот этот вот самый action-again, у которого несколько там зависимостей внедряются, и у контейнера, то есть когда придет реквест, нужно будет отдать респонс, контейнеру нужно будет сюда что-то заинжектить, сюда заинжектить и сюда, и если это будет один и тот же instance какого-то объекта, сейчас не буду говорить конкретно про какое, то в scope будет прокинут в каждый из этих один и тот же объект. То есть, еще раз, он будет выдавать новый только на request. Новый будет выдавать только на один request. Если будет снова request в этот же метод и улетит респонс, то это будет снова новый объект. Но вот сюда будет придаваться один и тот же, один instance, один и тот же instance одного и того же объекта. Понятно, да? Дальше, что такое singleton? Ну, тут все просто. Это всегда выдается один и тот же объект, он живет, пока живет ваше приложение, как только вы первый раз обратились, получили объект и больше он не подыхает. То есть, в общем, убить его можно только вместе с приложением. То есть, есть вариации, короче, но мы пока и про них не будем говорить. Пока исходим из этого. Так вот, если говорить про то, какой же мне регистрацию мне нужна для моего лоудера, ну, я делаю scope. Scoped, нужно четко понимать, когда вам нужен каждый раз новый instance, а когда, в общем-то, нужно какой-то сохраненный в контексте, то есть scope, то есть в области действия, когда он будет пересоздаваться новый. Вот если говорить про с подобных корпионов уже не, то request, это как раз scope, потому что там внутри может быть много инжекшенов, и вот на scope, то есть на один request, будет передаваться один configuration loader. Меня это, в принципе, устраивает, я оставлю scope. Давайте дальше сделаем какую-нибудь еще регистрацию, и я покажу, как разруливать эти самые зависимости. Итак, у меня есть email-сервис, давайте я его сюда запихаю. Я не скопировал. Я вот сюда его запихаю, вот эту вот реализацию вот сюда. Мне нужны еще один. Я сюда запихаю, ну, в хорошем смысле, этот profile-сервис. Возможно, у меня потом зависимость как-то изменится. Ну, и смотрите, у меня есть месседж, и их несколько реализаций я сделаю вот таким вот образом. Я могу сказать контейнеру, что у меня реализации одного и того же инстанса есть разные, то есть одного и того же интерфейса есть разные реализации, и мне это поможет в дальнейшем. Ну, есть некоторые фишечки, мы с ними поработаем чуть попозже. Смотрите, на самом деле все просто. Я точно знаю, что у меня в контейнере зарегистрированы все вот эти штуки. И, соответственно, вот этот вот, лоудер, мне уже здесь не потребуется. И здесь вот этот сервис. Ну, давайте я вот так вот оставлю и скажу, что это какая-нибудь предыдущая реализация. Ну, давайте вот так вот. Вот, я выд, аут, ди, нет, ди, контейнер. Вот, а теперь давайте нам нужно же все-таки как-то вывести на экран. Теперь нам нужно что сделать? Нам нужно сказать, что у нас есть билдер. Ну, или нет. Теперь можно получить сам контейнер. То есть мы сделали регистрацию сначала сервиса. И она делается в сервисе следующим образом. Сервисы, ну, билд. Ну, или просто билд. Там на самом деле нет. Все-таки изменилось. Значит, только сервис провайдер. То есть теперь мы, получается, из коллекции сервисов, которые были за регистрируем, создаем сервис провайдер, который, в общем-то, может как раз и выдавать из контейнера все нужные штуки. Я специально назвал здесь коллекцию сервисов сервисов, а здесь контейнер контейнером, потому что я могу сказать теперь var, что у меня там есть. Loader, равен, контейнер, getService. Ну, смотрите, есть два понятия. Давайте тоже про них поговорим. Есть getService, и называется iLoader. А есть еще... Вот здесь нужно так сделать. Здесь еще есть вариация requiredServices. Вот. И она практически то же самое, только, смотрите, здесь может вернуть null, если вот это не зарегистрировано, а здесь может вернуть exception, если вот это не зарегистрировано. Я буду делать... Ну, то есть, вот смотрите, load1, load2, и здесь у меня, видите, iLoader nullable, нет, не видно, да? А здесь у меня iLoader nullable, а здесь у меня iLoader тоже nullable, но require говорит о том, что он вернется не nullable. Вот здесь вот прям хорошо видно. Я буду возвращать nullable, потому что я точно знаю, что он зарегистрировал. И еще, кстати, давайте вот про что поговорим. Смотрите, на самом деле есть такая штука, называется composition root, только в этом месте можно создавать композицию для регистрации всех сущностей. Это там, где должна жить вот этот вот так называемый new слово, да, которое создает новые инстанции. И этот composition root в каждом из типов приложений существует только в одном месте. Например, в консольном приложении это main object, ой, метод, например, в ispa.net core это prebuilder, который перед билдом происходит, то есть в разных версиях ispa.net core это по-разному, но там стартап файл, да, или вот без него, когда минимум API. Например, в dapf приложение это где создается первая app.zamel страница, то есть в app.zamel создается первая main page, вот там вот, собственно говоря, composition root. На самом деле, в книжке Марксима хорошо описал, что это такое, как это работает, с чем это едят. И ключом именно в том, что эта штука одна в приложении, и там должна происходить создание контейнера и наполнение его нужными инстанциями. Так, поехали дальше. Смотрите, у меня теперь есть loader, и теоретически я могу сказать, что мне нужен, что там, email сервис, да, таким вот образом, я его тоже получу из контейнера, и я хочу сказать, get required service, by service, email сервис, просто я знаю, что я хочу, точно. И смотрите, вот если бы у меня, давайте пока вот так законитируем, давайте все получим для начала, это будет profile service, и здесь делаем вот таким вот образом, ну опять же, чтобы сэкономить ваше время, ну вот так вот, вот здесь будет, ну давайте пока вот эту штуку вот так вот закомментируем, я потом покажу, здесь мне нужно get, ой, не туда нажал, error service еще нужно, так, 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 вот это пока мы закомментируем, покупал сервис, закомментируем, здесь закомментируем, и здесь и скажем, что нам нужен iMessage, то есть мы хотим взять какую-то реализацию, и напоминаю, у нас их несколько, для iMessage, здесь у нас profile service, ну и в общем, сейчас я это, конечно, запущу, это все сработает, тут как бы без вариантов, вот, вы видите, что мы положили в контейнер, то и взяли, консольное приложение не особо много выгоды, ой, по, как это, выгоды по этому поводу, но в большом приложении это на самом деле еще важно. Надо понимать, что у меня, когда я получаю iMessage, вот смотрите, у меня происходит создание инстанса, который в конструктор получает loader, давайте придем в loader, давайте придем в конструктор реализации loader, вот этого самого, ой, не, вот, вот, и попробуем запустить приложение, смотрите, я создал, я поставил гряку, для того, чтобы получить e-mail сервис, теперь нажимаю F11, и еще раз F11, F11, и вот только, когда я обращаюсь к e-mail сервис напрямую, еще раз нажимаю F11, вот только тогда e-mail сервис создает свой инстанс, то есть, это как раз то самое отложенное связанное, то есть, как-то, связывание, блин, забыл, но не важно, то есть, то самое связанное, когда уже на этапе рантайма, мы получаем те объекты, которые зарегистрировали в коде, то есть, они не сразу создаются, а потом, дальше, я нажимаю F11, и у меня, смотрите, создается e-mail сервис, и надо понимать, что у меня loader здесь уже, собственно говоря, загружен, то есть, e-mail сервис создается, а loader уже получен в конструкторе, давайте вот таким вот способом, сейчас это уберу, и мы сейчас еще раз посмотрим, чтобы понятно было, еще раз, у меня есть куча регистраций, у меня есть получение, но как я получаю, только тогда, когда реальный инстанс, только тогда, когда начинаем пользоваться, запускаем, стало бряка, я получаю, а, я F10 нажал, прошу прощения, давайте еще раз, F11, мы пришли, вот смотрите, для того, чтобы получить, еще раз, для того, чтобы получить e-mail сервис, мне нужно получить loader, вот e-mail сервис, создает инстанс, то есть, мне loader уже пришел сюда, из контейнера, автоматически, я даже ничего не делал, а теперь нажимаю F11, теперь у меня получается, loader как раз, запускает загрузку, этого темплейта, пишет сообщение, возвращает результат, здесь у меня loader уже вернулся, что нужно, ну и соответственно, e-mail сервис, сделал там отправку этого нужно, грубо говоря, таким вот образом, в результате, у меня естественно, все сработалось, но вот этот как раз, контейнер помог мне, наполнить мои зависимости, мои конструкторы, моих сущностей, моих объектов, нужными мне, объектами, и, ну, трудно будет показать, transient, scope и singleton, но я надеюсь, что вы мне поверите, хотя, если напишите в комментариях, то, наверное, можно будет и про это поговорить, но меня интересует вот эта штука, которая, собственно говоря, как вы видите, что-то здесь не так, да, то есть, мы зарегистрировали три, давайте запустим, теперь без бряки, но выдалась, pop-up message, то есть, остальных месседжей, которые я регистрировал, нету, обратите внимание, все контейнеры, опять же, работают по-разному, я на iMessage зарегистрировал последним pop-up message, если я его передвину наверх, запущу еще раз, будет какой, правильный, error message, контейнеры, все работают по-разному, кто-то добавляет, кто-то перерегистрирует, кто-то, в общем, это нужно понимать, что в зависимости от того, что вы зарегистрировали, в какой последовательности, и каким образом, это будет работать именно таким образом, я могу сделать хитрую хитрость, и что так можно выразить, aenumeroble, aenumeroble, и хочу получить все реализации, ну, естественно, мне тут нужно или вар написать, или тоже написать, aenumeroble, ну, пусть будет, aenumeroble, вот такая штука, ой, iMessage, вот, и здесь, ну, пока ничего не будем выводить, давайте просто запустим, и посмотрим, что нам сюда придет, ну, я думаю, что уже догадались, что, так, эту бряку можно убирать, мы поняли, как она работает, сюда, сюда, и теперь F10, и смотрите, у меня есть Notify Messages, и обратите внимание, сколько их, все те, которые были зарегистрированы, напоминаю, их раз, два, три, когда я сказал, что я хочу получить коллекцию всех интерфейсов получен, ну, и, как вы видите, вот они все здесь есть, то есть, соответственно, вот, если я где-то захочу все типы методов прокинуть, ой, все типы сообщений прокинуть в какой-то контейнер, я могу через ForEach, в данном варианте, сказать, ну, давайте вот так вот, это теперь уже называется Messages, и могу сказать, вот таким вот образом, ForEach, Messages, и вар, и вот так вот, пусть она мне их напечатает, то есть, если нажму Ctrl F5, ну, вот они все зарегистрированы, здесь появились, прикольно, на самом деле, мне кажется, это очень крутая фишка, более того, друзья, хотел бы еще сказать, что есть такое понятие, как именованные, собственно, инстансы, они регистрированы, в разных контейнерах это работает по-разному, но нужно, чтобы вы знали, что эта фишка есть, когда вы зарегистрировали, вот подобным образом, несколько реализации одного и того же интерфейса, вы можете сказать, что в какой-нибудь там метод хотите получить, ну, там, какой-нибудь, я не знаю, ну, специфичный по названию, например, начинается на Netify, надо сказать, что тот, который мы сейчас используем, Dependency Container для ASP.NET Core, у него такого нет, но, допустим, в AutoFuck есть, или, допустим, в Injectе есть это, нужно понимать, что с чем едят. Ну, надо сказать, что использование naming, то есть, именованной сущности, я не помню, когда после раз именованные получал, все можно сделать вот на основе вот этого, в зависимости от того, насколько вы правильно регистрируете там объекты, именованные обычно, ну, не знаю, я не помню уже такого, раньше нужно было, сейчас не помню. Ну, это вот такой вот нюанс. Ну, что еще, давайте, теперь, еще что-нибудь поэкспериментируем. Ну, давайте создадим какой-нибудь хелпер, который называется, ну, там, template builder, опять же, такое, выдуманное название, C Sharp Class, пусть он будет тоже internal, и, да, я его даже неправильно назвал, ну, и, вот так вот, вот, и пусть, на самом деле, я его зарегистрирую в контейнере, ну, здесь у нас, давайте другой вариант, пусть у меня будет iTemplate Builder, это будет интерфейс, и у нас не будет у него реализации, мы посмотрим, что, собственно говоря, скажет, этот самый контейнер, которому мы сейчас скажем, что у нас есть реализация, вот такая вот, нет, давайте мы скажем, что мы ее хотим получить, но у нас ее не будет, и, как вы думаете, вар, item, равен, container, get, inst, get service, ну, вот такой вот, item play builder, как вы думаете, что произойдет, давайте запустим, ну, кто-нибудь уже догадался, наверняка, у нас будет ничего, мы получим null, и это как бы нужно понимать, что если вы что-то получаете из контейнера, то вот в этом месте, где я, тут по идее, можно поставить проверку на null, этого, а то, что приходит вам конструктор, там нужно, как бы, ставить, можно специальный атрибут, можно тоже делать проверку на null, это как бы на самом деле важно. Теперь, если я поставлю record, давайте запустим еще, что у нас теперь появится, и в 10, и в 10, и в 10, и в 10, и опачки, смотрите, у нас есть информация, о том, что мы не получили, потому что он не зарегистрирован. Прикольно, нужно понимать, что этим тоже нужно уметь пользоваться. Ну, и надо сказать, что есть еще специфичные методы регистрации, например, сервис, можно сказать, typeof, как раз тот самый iBuilder, и здесь у вас тоже будет null, на самом деле, если честно, то есть мы не зарегистрировали в контейнере, его не получим. Ну, и таким же образом, если будут какие-то зависимости от этого, у этого класса, и они не будут зарегистрированы, обычно тоже будет информация с ошибкой, что нет зарегистрированной сущности в контейнере. Ну, наверное, так, этот iBuilder нам, в принципе, не нужен. Давайте вот такой еще вариант покажу. Давайте здесь я поставлю бар во всем классе, так проще будет. Смотрите, у меня здесь есть e-mail сервис, вот здесь вот, e-mail сервис 2, покажу вам тоже полезную штуку, на самом деле, да, давайте покажу. И вот здесь напишу, console.brite, e-mail сервис, equal, e-mail сервис 2. Давайте вот так напишем, а здесь у нас напишем, e-mail сервис 1, e-mail сервис 2, таким вот образом, f5. Смотрите, вот мы пошли-пошли, здесь получили e-mail сервис 1, вот здесь вот еще что-то получили, e-mail сервис 2, ну, и теперь пытаемся их сравнить, давайте тут у нас тоже бряки нужно убрать, опс, где результат-то? Нет, не видно ничего, ну, вернее, видно, но плохо, давайте по-другому сделаем. Мы вот здесь вот сравниваем, и вот здесь, давайте так вот, console.brite, чтобы прям видно было. Вот так вот я сделаю, вау. Смотрите, я еще раз запущу, f5, посмотрим, ну, вот смотрите, эти сущности равны. Почему? Потому что у нас есть скоб, потому что мы сказали, что у нас в процессе выполнения вот, ну, можно сказать, в процессе выполнения вот этого вот всего, у нас идет в один запрос, начало до конца, и мы получили один и тот же instance. Как это проверить? Ну, на самом деле, тоже очень просто. Давайте покажу вам фишечку, наверняка вы про него знаете, но тем не менее. Смотрите, у меня здесь e-mail 1, я просто навожу на него, потом перевожу сюда, нажимаю правую кнопку, и говорю, показательный, идентификатор объекта. Видите, появилась единичка. Я иду дальше, я иду дальше, получаю, и смотрите, здесь та же самая единичка, что говорит нам о том, что это один и тот же объект. Теперь давайте сделаем transient. Опс, нет, давайте я напишу transient. Так вот. А теперь давайте еще раз запустим, теперь проверим, что у нас будет в этом случае. У нас есть e-mail сервис 1, я говорю, my codeGID, это у нас будет один, идем дальше, идем дальше, получаем второй экземпляр, и смотрите, я говорю теперь, покажи мне object ID, и это уже второй, то есть это говорит о том, что у меня другой инстанс, то есть, если вы внутри этого e-mail сервиса, хранили бы какую-то информацию, или какую-то память, или еще что-то, или какие-то дополнительные обработки, или результаты, сохранили этих обработок, то получая evenscope, ну то есть, когда в одной области действия, вы могли к ним обратиться. Если это transient, то у вас все сбросится, и этим тоже нужно, собственно говоря, понимать, управлять, как это работает. Я думаю, что эта фишечка, с make object ID, вы уже знаете про нее, и будете использовать, если не знают, например. Ну и опять же вернемся к скопит, да что ж ты за разы сбрасываешь все время, все время неприятно. Вот так и будем писать, вот. И, хотя нет, давайте проверим, что там напишется, по поводу равно они или нет. Ну, F5, смотрим на результат, вот false, конечно же, эти инстансы разные, но вот такой вот вариант. Ну, как говорится, напоследок, на посошок, если так можно выразиться, еще кое-что покажу. Смотрите, допустим, у меня сейчас email, где он, вот он, email, где он, вот он, зарегистрирован, как президент. Давайте его обратно зарегистрируем, как скоп, и я вам скажу, такую штуку, что этими скопами, этими областями действия, можно управлять. Ну, давайте сюда перетащим и скажем следующую, using, ну, в данном случае, var, мы скажем, что у нас есть скоп, который может создать контейнер, вот видите, есть create скоп, и понимаете, что using, вот этот, iDisposable, что вот этот скоп будет работать, пока вот этот using за скопки не выявится. Каким образом мы сделаем, email сервис один, ну, и давайте, вот, так это можно удалить, я это закомментирую, вот, у нас есть email один принт, мы его вынесем сюда, и сделаем второй такой же, вот таким вот образом, да, только сюда поставим вот этот, это удалим, и здесь скажем, что он написал второй, Ctrl-K, Z, красоты немножечко добавим, элегантности, так сказать, подом, и вот этот вот, можно отсюда удалить, в общем, смотрите, теперь я запускаю, напоминаю, что у меня сейчас зарегистрируем, как скопит, собственно, email сервис зарегистрируем, как скоп, мы создали скоп 1, мы создали скоп 2, и, смотрите, первый вариант, ну, вот это вот тоже будет работать, но давайте проверим, что, проверим, доверяйте ли вы мне, смотрите, мы получили контейнер, мы пошли в скоп, создали из контейнера, инстанс 1, давайте я помечу, как объект 1, мы выбрали на печать, здесь получаем, из того же инстанса, смотрите, вот сейчас у меня не сработало, внимание, нужно обратить на то, почему это не сработало, естественно, это инстанс 1, и если вы видите, здесь не работает у меня, потому, что я скоп создал, здесь создал, а дергаю все равно из контейнера, это неправильно, я забыл, но, тем не менее, это на самом деле очень важно, давайте нажимаем в шифт f5, и скоп.сервиспровидерги от инстанс, и здесь, скажем, вот такую, тоже штуку, вот, давайте еще раз запустим, я покажу, то есть, вот эта штука прекрасно работает в том варианте, когда вы, допустим, используете, так, я не туда нажал, f10, вот, когда вы используете, допустим, ну, как они называются, хостед сервисы, да, например, когда, вот видите, мы этими скопами можно управлять, и, как вы видите, здесь был один объект, здесь уже другой, потому, что скоп поменялся, и вот, что значит скоп, это чтобы вы понимали, что это примерно как-то так. Еще раз, например, когда вы используете хостед сервисы, в s.p.net.core, то тогда там желательно создавать какой-то вот такой скоп, инжектить вот этот самый iServiceProvider, потому что вот этот iServiceProvider, давайте покажу, вот так, давайте для начала остановлю вот так вот, и скажу, что есть сервис провайдер, вот он, iServiceProvider, у него есть getService, и еще у него есть, у него есть, у него здесь createScope, собственно говоря, это extension, теперь, раньше он не был extension, но, тем не менее, вы можете это использовать, то есть и контейнер, и сервис провайдер могут это сделать. На самом деле, вар нужно сервис, сейчас проверим, сервис, сервис, давайте сделаем так, у нас есть контейнер, давайте попробуем из контейнера получить getServiceProvider, вот, смотрите, он есть, а теперь у этого вот, давайте, Сергей, опять, сервис провайдер, мы скажем, что мы хотим вот здесь, вот здесь, ну, давайте, тогда сделаем required, вот, как вы видите, и попробуем еще раз эту штуку запустить, что покажет, ну, в общем, обычно, когда я использую hosted services, я прокидываю туда не контейнер, а сервис провайдер, потому что сервис провайдера, ну, собственно говоря, сейчас и из контейнера тоже, в новых версиях, можно создать вот этот вот сервис провайдер, который умеет создавать скоп, ну, и, как вы видите, опять же, все работает, make object id 1, дальше, другой сервис провайдер, в смысле, сервис провайдер создает другой скоп, и здесь, как вы видите, уже другой инстанс, и скопы мы, скопы, мы разрулили, вот как-то вот так. Ну, да, думаю, что на этом достаточно экспериментов, я очень вас прошу писаться в комментариях, насколько это видео было полезно, потому что здесь, как таковой, темы, по большому счету, нет, то есть, просто какие-то упражнения, вот, поэтому, если вы напишите, и не просто напишите, хорошо или плохо, напишите, какие бы еще у вас темы интересованы, было бы на самом деле очень замечательно. Я же с вами на этом прощаюсь, вам всего доброго, и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok